всем здравствуйте сегодня в нашем видео будет раскрой и пошив брючек брючки будем шить из трикотажа вот у нас уже была вот такая вот маечка трикотаж из интернет-магазина из мира и к этой маечке вот я буду шить брючки на лето будет очень хорошо и комфортно и так есть у нас выкройка брюк выкройка основа мы делали с вами строили оставим в описании обязательно и по этой выкройки основе я и буду шить брючки но смотрите я предлагаю чтобы вы сделали выкройку основу для себя и естественно она у вас будет всегда под рукой на основании этой выкройки вы можете делать и бриджи и шорты и брючки семь восьмых и длинные захотели вы расширили от бедра заузили то есть все все уже потом будет гораздо проще и пусть это выкройка основа у вас лежит у меня вот смотрите даже написано брюки я потому что я знаю что у меня есть не только моя выкройка ну я беру и раскрою какую корректиру какие вообще корректировки я буду вносить постольку это трикотаж то мне не надо здесь естественно не никакая молния буду делать на резинке резинка будет с подворотом чтобы не утолчать поэтому вот здесь вот на поясе по линии талии я буду добавлять ну наверное сантиметров 5 вот выкройка уже проверенная по этой выкройке уже шила поэтому сразу беру и раскраиваю делаю припуски на швы ну по бокам я сделаю чуть чуть больше в районе где-то полтора сантиметра я делаю сделаю примерку и исходя из этого уже буду принимать решение то ли я буду их мужа делать то ли будет нормальная хорошая посадка потому что каждая ткань по-своему садится вот поэтому вот здесь вот на подгибку низа я ничего прибавлять не буду потому что у меня уже заложено вот здесь вот подгибка если у вас выкройка не заложено подгибка то естественно на подгибку низа мы прибавляем где-то сантиметра 3 из трикотажа брючки я очень люблю потому что они очень комфортные они эластичные не сковывают движение шьются очень быстро вот уже передняя часть и выкрой на теперь будем крыть заднюю половинку ткань передвигаю так чтобы было видно вам раскладка видите у меня как идет с этой стороны верхняя часть по задней половинки передняя половинка другую сторону то есть вот я наоборот положила их соблюдаем долевое направление чтобы вот пряменько лежали вот у меня такие хорошие грузики и я сразу с грузиками уже работаю так здесь ткань буду придерживать прибавка на шов а прибавляю на резиночку то есть это будет подгиб и будет резинка придвину чуть ближе прошу прощения чтобы было удобно вырезать и вырезаю дальше все теперь начинаем работать и сейчас я уже с этой выкройкой знакома поэтому я сразу сейчас все таки сметаю померяю а затем буду стачать по отдельности складывая заднюю и переднюю половинку вместе то есть вот я беру одну заднюю половинку на нее накладываю переднюю половинку и буду сшивать на оверлоке после примерки конечно боковые срезы ну вот здесь вот такие брючка брючки мы можем с вами допустим и лампасы пустить по верху ну постук у меня такая майка я не знаю с лампасами наверно мне не подойдет потому что там уже есть какие-то свои особенности поэтому брючки будут такие более спокойные и сдержанные вот идет боковой срез лицом к лицу складываем я сейчас не спеша вам буду показывать и вот так вот проходим если есть какие-то неровности вот я ровняю срезы теперь прохожу линию шага вот это у нас низ изделие здесь неудобно я вот снизу вверх начинаем обязательно смотрим чтобы срезы были вместе теперь одну штанинку выворачиваем на лицевую сторону вторую оставляем вот так вот чтобы она была на изнанке и вкладываем одну штанинку в другую и ровняем вот линия шага находим ее и теперь проходим от линии талии полностью по линии сиденья линии банта ровняя срезы и вот здесь срезы я разворачиваю в разные стороны один правый в другой влево чтобы не было наслоения и утолщения и затем их вытаскивая вот мы брюки стачали я померила и решила все-таки нашить лампасы и по боковому срезу там где идет боковая линия вот смотрите я прям рядом рядом со швом вот видите идет шов сделала вам пасы почему шила именно такие лампасы но они подходят по цветовой гамме к нашей маечке потому что там гепард идет черный и белые стразы ну вот такую я выбрала и все-таки ленту лента стрейчевая тоже из интернет-магазина ссылочки оставим в описании на интернет-магазин и там посмотрите ленты осталось нам что сделать обработку низа изделия сейчас я обработаю оверлоком и будет у нас обработка в подгиб и подгиб нам осталось сделать еще на верхней части на талии там где будет резинка и сейчас я обрабатываю оверлоком линию талии линию низа у меня оверлок 4 ниточный я одну ниточку убираю и сейчас тремя нитками просто мне будет идти обработка именно оверлоком я когда зашила суету мне конечно же необходимо было удалить шов и заверлока для кого это может быть эта проблема то у нас есть видео как распороть шов оверлока и это не составляет никакой проблемы если знать как правильно какие нити с чего начинать и как продолжать вот уже брючки и готовы я пришила полностью обработала низ изделия в подгиб и здесь у меня резинка по резинке я ее зафиксировала зафиксировала именно вот здесь вот в швах вот здесь вот сверху вот так вот я проложила строчку и она у меня вот здесь вот вошло именно в шов для чего это делаю для того чтобы резинка во первых не заворачивалась я знаю что вы ему возможно сталкиваешь ты когда резинка заворачивается и переворачивается там несколько раз а так и и зафиксировала точечно полностью по всем по всем швам то есть вот здесь вот у меня шов внутри на задней половинке то есть кругом я его зафиксировала на этом все всем удачи всем пока